Иван Глазов всегда любил двухколесный транспорт. Сначала это был мотоцикл, а после несчастного случая, который произошел с молодым человеком на работе, он пересел на велосипед. За день Иван проезжает не менее 10 километров. Велосипед на Одинцово сейчас и еще несколько лет назад две большие разницы, говорит спортсмен. Начиналось все до такого, что, допустим, у велосипедиста преимущество на дороге, а его не уступают. А сейчас все по-другому. То есть сейчас есть, конечно, чему развиваться. Надо велодорожки строить, надо и освещение строить. Стартовая точка парада – площадь УГДО. Далее велосипедистам предстояло проехать по улице Жукова, бульвару Любы Новоселовой, Северной, до парка культуры, спорта и отдыха и по тому же маршруту вернуться обратно. С ветерком по городу поехали велосипедисты старше 12 лет. Этот пункт в правилах велопарада появился из соображений безопасности. Хотя любитель двухколесного транспорта любого возраста должен быть максимально осторожным. Велосипедисты приехали на парад не только для того, чтобы насладиться свободными от автомобилей дорогами. Для многих это хорошая возможность в очередной раз проверить, насколько городская среда дружелюбна для владельцев самого экологичного транспорта и, возможно, вдохновить кого-нибудь отказаться от четырех колес в пользу двух. В 2014 году была когда-то концепция развития велоспорта в Одинцово, велодорожки и так далее. Потом она потерялась, она заглохла. Но я думаю, сейчас руководство города посмотрит, что-нибудь и изменится. Потому что сегодняшний опыт, пока добирались до площади, показал то, что город не приспособлен для велосипедистов. Это популяризация велодвижения, популяризация велосипедной инфраструктуры в городе. Мы сейчас видим, что все больше и больше людей отдают предпочтение передвижения на велосипеде каким-то альтернативным видам транспорта вместо автомобиля или общественного транспорта. И, конечно, это пропаганда здорового образа жизни. Во втором Одинцовском велопараде приняли участие более ста человек. Некоторые сожалели, что маршрут был слишком коротким, потому что возможность проехать свободно, не опасаясь столкновения с автомобилем или пешеходом, в следующий раз у них появится не скоро. Прекрасные впечатления, заряд положительных эмоций, бодрости. И всем пожелаю также присоединяться к таким мероприятиям и делиться общением, положительными эмоциями. Всем радости, веселья. Следующий велопарад в Одинцово пройдет, скорее всего, осенью и, вероятно, будет приурочен ко дню города. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.